Простые способы, чтобы понять, как относится к тебе девушка, и не протупить. И самый первый способ — это просто попробуй сократить расстояние между собой и ней. Либо подойди к ней, либо подсядь, и смотри, что будет делать девушка. Если девушка начнет отдаляться от тебя, то это говорит о том, что вряд ли она питает к тебе какие-то теплые чувства. Если же она останется на том же месте или, может быть, сократит расстояние сама, то это говорит о том, что ей как минимум приятно находиться рядом с тобой, а значит, какая-то симпатия у нее к тебе есть. Часто девушка, которой ты нравишься, ищет причин побыть рядом с тобой. Поэтому следующий способ можно использовать, если вы находитесь где-то в одной компании. Ты можешь уйти куда-то якобы по делам или что-то проверить или что-то посмотреть и спросить, кто пойдет со мной. Если она вызовется с тобой, то, скорее всего, ты ей тоже нравишься. То есть вероятность того, что она скажет тебе о своей симпатии, прямо равна практически нулю. Но искать причину быть рядом с тобой она будет. И, в принципе, в компаниях каких-то общих, да, или, может, на какой-то большой тусовке, ты можешь заметить, что девушка, которой ты нравишься, как правило, находится где-то всегда рядом с тобой или проходит мимо тебя, или случайно тебя касается. То есть делает это все, ну, якобы так, ненарочно. Ну и последний, очень простой для наблюдения способ, как понять, что ты нравишься девушке, это просто следить за ее взглядом. Если ее взгляд постоянно бегает, например, вы на свидании или общаетесь, и она постоянно бегает по окружающей комнате глазами, то, скорее всего, она хочет уйти. Если же она сконцентрирована на тебе, смотрит на тебя, тебе в глаза, тебе на губы, то это говорит о том, что она заинтересована. Что делать после того, как ты обнаружил эти признаки симпатии? Об этом ты узнаешь из мастер-класса «Первый этап», который найдешь по ссылке в шапке моего профиля. Ведь очень часто то, что нам мешает быть с девушкой, которая нам нравится, это просто наша невнимательность, вследствие чего мы тупим и тормозим. Продолжение следует...